Перед началом ролика хочу порекомендовать вам очень прикольный телеграм-канал МСМ Новости, где вы сможете наблюдать различные опросы, арты, новости, а также просто интересные посты о моих поющих монстрах. Ссылка в описании, обязательно подписывайтесь. Всем привет, ребята, меня зовут Рафаэль, вы попали на мой канал. Сегодня у нас будет такой летсплейчик в моих поющих монстрах, и наш день начнётся с того, что я зашёл в племя. Я, наверное, вы все знаете, то, что у меня был конкурс на вступление в племя, и просто многие участники прокачали свои уровни до очень высоких. Я вас очень сильно люблю, и я, ребята, очень благодарен всем, кто прокачивает уровни в моём племени. И вы знаете что, ребята, а мы попали в топ сегодня утром. И мы уже до 16.55 держимся всё-таки ещё в топе, и у нас уже 16 место. А домы были где-то на 10 месте точно, или даже на 9. Кажется, на 10. И вот, ребята, вот наше племя Рафаэлка Сквад. Я просто в шоке, у нас впервые племя на... Ой, находится в топе, я уже хотел сказать, на первом месте. Вот, вот наше племя. Звёздные силы 48 тысяч, это у моего аккаунта. И вот, ребята, я вас всех поздравляю, вы все попали в ролик. Ну, конечно, попали только монстры, но всё же, я вас всех люблю. И самое главное, трем людям я пообещал из чата то, что передам приветы. Это Иван Евдокимов, Барни и Сахадед. Я вам передаю приветы. Вот так вот, ребята, у нас началось данный летсплейчик, точнее утро. Я прокачаю своего монстра до 80 уровня. Надеюсь, никто не обидится то, что я пока же не прокачиваю до более высокого. И давайте, ребят, попробуем зайти на остров Вублинов, потому что я вообще не заходил. И давайте соберём все наши вот эти штучки, которые воспроизвели зинты. Я тоже им очень благодарен, потому что они реально лучшие. Они производят мне каждый день ресурсы, и, наверное, вам тоже. И это самая лучшая вещь, мне кажется, в МСМ точно. А считаете ли вы зинтов лучшей вещью, пишите в комментариях. Самое главное, сейчас я просто начал каждый день собирать осколки на острове Эфира, потому что это реально очень круто. И давайте я также покручу бесплатную рулеточку, потому что куда без неё, потому что она самая важная тоже. Вдруг нам выпадет сундук с 1К бриллиантами. Это было бы тоже ничего так хорошо. Вот, и давайте, кстати, зайдём ещё в святилище магии, потому что тут монстры тоже очень много даже дают осколков. Тут одноэлементные монстры, кстати, ребят, дают по 165, это как некоторые тоже на острове Эфира одноэлементные монстры. Вот, ну и здесь у меня ненужные монстры, которые я не знаю, зачем я их делаю, но пофиг. Давайте попробуем сейчас активировать, точнее заполнить одного триуга на острове Янтаря, потому что я совсем уже забыл вывести, ой, точнее заполнить всех этих монстров. Итак, давайте сначала заполним триуга цветками. Итак, ребята, к счастью, у меня наконец получилось сделать ещё одного цветка. И давайте теперь перейдём к Дуйту. Это самый бесячий, мне кажется, четырёхэлементный монстр на магических островах, по моему мнению, потому что у него нету редкого вида, блин. И его очень сложно вводить. Не знаю, как для вас, но он просто мне не выпадает в прямом смысле. Реально бесит. Я уже сколько попыток просрал, всё ещё не могу его вывести. И сейчас, наверное, тоже потрачу очень много бриллиантов, так что, ребята, я опять поставлю на паузу. Знаете, ребят, я уже потратил больше ста кристаллов на этого дуита, и я сказал этому триугу, да, мне кажется, лучше тебя не делать и лучше тебя оставить в покое. И давайте лучше выведем редкого в ужасе, потому что, ребята, у нас осталось 52 минуты до конца этой акции, потому что потом мы его вообще никогда почти уже не выведем. Точнее, мы долго будем ждать новых акций. И вы знаете, он наконец-то мне выпал. Вот он. У нас один день выводится. Блин, ребят, это в ужас. Просто нам так повезло. Я реально уже подумал то, что я его вывел. А вот это, кстати, редкий в ужас. Офигеть. Ребята, я прямо сейчас потратил где-то 200 бриллиантов, серьезно. Просто в никуда. И, наконец-то, редкий в ужас. Офигеть. Я его реально уже долгое время не могу вывести. И, наконец-то, редкий в ужас. Наконец-то я просто вывел его, потому что это тоже один из редких монстров в игре. И это реально круто. Все, наконец-то я его могу поставить на свой остров. Поставлю я его пока что вот сюда. Наконец-то ты вывелся, божечки мой. Прокачиваю его до 15 уровня. Вот. Отлично. Наконец-то. Реально, ребят, я рад этой серии, потому что редкий в ужас у нас появился. Но есть еще вот эти всякие монстры. Но мне кажется, на видео их будет неинтересно. Я попробую сделать отдельный ролик. Но вот так вот, ребята, у нас такой летсплейчик получился. Самое главное то, что я вам показал видео про свое племя. И самое главное, ребят, пишите в комментариях, кто также хочет в мое племя. Потому что нам нужны люди, которые качают большие уровни.